Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Сегодня у нас тема потрясающая. Если раньше мы делали с вами научное открытие, обсуждали, откуда берется холод из холодильников, как машины ездят и так далее, то сегодня я считаю, наверное, самая интересная для детей тема и для родителей, и для взрослых. Поэтому лично меня сегодня пригласили в студию, я благодарен. Сегодня, друзья, тема цирк. У кого какие впечатления с этим словом связаны? Давайте, настраивайтесь на эту волну, вспоминайте, звоните, готовьтесь. Я, конечно же, вспоминаю такие замечательные строки песни «С утра я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду». Сегодня эта песня, кстати, тоже прозвучит в исполнении Юрия Никулина. А у нас в гостях, дорогие друзья, сегодня потрясающая женщина. Это народная артистка России, лауреат множества цирковых фестивалей, директор цирка Филатовых Татьяна Валентиновна Филатова. Здравствуйте, Татьяна Валентиновна. Играть прекрасные призы. Так что располагайтесь поудобнее у своих радиоприемников и приготовьте телефоны. Итак, у нас три юных ведущих. Давайте они сами представятся. Прошу вас. Всем доброе утро. Меня зовут Мамедов Тимур. Я учусь в 28-й школе. Меня зовут Ева Кравцова. Я учусь в ВГГ в 4-м В-классе. А сказать «дратути» с утра? Дратути. Дратути. Вот. Значит, всем нашим ведущим, на секундочку, 11, 12, 13 лет, поэтому, уважаемые юные ведущие, поздравляю вас с сегодняшним праздником. Не знаете, какой сегодня праздник? Сегодня 1 октября, День пожилого человека. О, да. Но, тем не менее, мы продолжаем. Я озвучиваю номер телефона. Пожалуйста, пожалуйста, да. Потому что вы настолько серьезны. Это мы с Татьяной Валентиной молодые просто люди, а вы такие прям. Номер телефона 211-101. Мы на 101.0 FM на волне находимся, поэтому сегодня мы говорим о цирке. Итак, темы для обсуждения. Били ли... Били ли? Что такое били ли? Кто писал били? Кого били? Нет, конечно. Были ли дети в цирке? Самые яркие впечатления. Что больше всего нравится. Мы поговорим об истории цирка. Мы поговорим об истории цирка в России. Продемонстрируем необычные штучки, которые сегодня принесла Татьяна Валентиновна. Потом на сайте «Эхо Москвы в Кирове» можете это все посмотреть. Ну, а пока давайте начнем по теме. Итак, Татьяна Валентиновна, добро пожаловать в очередной раз в город Киров. Сколько вы уже дней здесь гастролируете? Мы начали свои гастроли 16 сентября. И через две недели у нас они как раз уже и заканчиваются. Продлевать не будете? Продлевать не будем. Но время пролетело очень быстро. Не знаю, с чем это связано. Или потому что мы очень любим этот город. И сюда с удовольствием сюда ездим. И я еще помню те времена, когда мы с папой, с народным артистом СССР, Валентином Ивановичем Филатовым, сюда приезжали. И как раз это были его, к сожалению, тогда были его последние гастроли. А вот память о Кирове, о восприятии цирка кировчанами нам, конечно, очень отложилась. И мы сюда стараемся всегда, каждый раз приезжать с большим удовольствием. Тем более, что зрители у вас очень благодарны. Представления принимаются на ура. И очень-очень рады, что нынешнее представление тоже очень понравилось кировским зрителям. Потому что 4,5 года назад, когда мы здесь были, мы приезжали совершенно с другой программой. Конечно же, самым ярким пятном этой программы является аттракцион «Медвежий цирк». А вся остальная программа поменялась за это время очень сильно. И поэтому мы в этот раз привезли уже династию Филатовых, пятое поколение. То есть работает в Манеже уже моя дочь, сын. Вальчика работает в «Иллюзии». То есть у нее два номера – это трансформация, это быстрая смена одежды. И вторая – семейка магов. Слушайте, ну мы посмотрели вашу программу, да? Понравилась вам всем? Очень классная. Классная программа, да. Хотелось бы просто сказать, какие животные у вас традиционно находятся в Манеже? Сколько идет программа, перерыв, что в перерыве, можно ли погладить, можно ли чего там? Да, программа идет 2,5 часа. И у нас и дикобразы, и пеликаны, и верблюды, и косухи, носухи. И, в общем, очень много собак, 15 голов медведей. И в Антракте и до начала представления можно сфотографироваться с медведем, с собаками, с любыми животными. Потрясающе. Татьяна Валентиновна, ну вот вы представители династии Филатовых. У вас это слово прозвучало. Вообще династия в цирке – это очень значимое слово. У нас в русском цирке такие династии, как Запашные, Кио, Дуровы, ну и, конечно же, вы. Вот в связи с тем, что у вас достаточно старинная династия русских цирковых, я правильно выражаюсь, да? Как балетных цирковых. Кстати, внимание, все радиослушатели, пожалуйста, слушайте внимательно, как нужно говорить, чтобы потом ненароком, так сказать, знаете, не сказать вместо пожарный пожарник или вместо цирковые, там, циркач или что-то в этом роде. Друзья, не надо, это такая профессия очень уважаемая. Итак, у вас очень древняя старинная династия. И, кстати, первый вопрос, вероятно, будет сейчас у нас радиослушателям именно с этим связан. Но прежде чем вы зададите этот вопрос, уважаемая Татьяна Валентиновна, Федя, или кто у нас сегодня представит? Это я. Евочка, Ева. Ева, сегодня Ева Кравцова представит, какие у нас есть подарки всем дозвонившимся и ответившим на наши вопросы. Прошу вас. Подарки. А, первый подарок – это энциклопедия пирата для читателей любого возраста. Второй – это энциклопедия животное для ребят от 0 лет. Эциклопедия птицы 6+. Отфрид Пройслер – маленькая баба-яга. Маленький водяной. Маленькое привидение для читателей любого возраста. Джорджи Адамс – дикий зверь. Веселая история о свободных кроликах для ребят любого возраста. Холли Веб – щенок-кнопочка или умная малышка 6+. Потрясающе. Это все книжки, да? Да. Дальше идут приглашения. Ну-ка. Приглашение на две персоны на спектакль «Золотой ключик» в театр «Кукол» 14 октября в 2 часа 0+. Приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Подарочный сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки. Практик-метод. Также приглашение в цирк «Филатовых» на две персоны. Ну, надо было с этого начинать. Татьяна Валерьевна, на секундочку. В общем, Евочка, это было гениально, что вы это все прочитали. Я не запомнил ничего. Хочу всем радиослушателям сказать, что если вы дозвонитесь, в любом случае вы получите приз. Либо это будет книжка, либо это будет посещение какого-то супермероприятия, в частности цирка. Итак, у нас в гостях, еще раз напоминаю, народная артистка России Татьяна Валентиновна Филатова, директор цирка. Ну, и кроме всего, что директор цирка, вы ведь актриса цирка, вы именно дрессировщик, правда? Да, дрессировщик. Причем не только медведей, но еще и в прошлом работала со слоном. Боже мой. Очень интересное животное. Очень. Как-то вот, знаете, из всех животных, по-моему, самое умное это животное. Слон. Да. И вот с благодарностью вспоминаю все годы, которые мы с ней отработали, потому что не только в цирке работали, но и в кино снимались. И, ну, вообще умница она была очень у нас большая, исполняла очень-очень много трюков. И, в общем-то, если говорить о том, как дрессура животных, то она где-то, может быть, и одинакова и с теми, и с теми животными. А сейчас у нас 15 медведей, вот, занимается мой сын этим. И, в общем-то, достаточно удачно, потому что самое главное, мне кажется, в профессии дрессировщика, это иметь терпение и безумную любовь к животным. Без этого, мне кажется, ничего не получится. А это видно, что вы любите животных, вы так, с такой добротой смотрите на наших сегодняшних малышей, которые в студии, понимаете? Для вас животные ведь тоже, в общем-то, вы с ними водите. Дети, дети, конечно. Итак, Татьяна Валентиновна, давайте, люди жаждут нам звонить, интерактивного общения жаждут, подарков и призов, которые, перечитала Ева, прямо подарит все это. Итак, ваш вопрос относительно именно вашей фамилии, династии Филатовых. Ну, раз я же пришла сюда в студию, и буквально разговор идет о династии Филатовых, я хотела бы спросить, а сколько же лет династии Филатовых? Итак, звоните по телефону 211-101, мы вам непременно подарим подарки. Ну, а мы продолжаем дальше. Итак, рассвет советского цирка, русского цирка пришелся на... 1956-57 год, это как раз дни фестиваля в Москве и за рубежом, и с этого момента стали ездить программы за рубеж, очень хорошо принимался там зрителям. И получилось так, что как раз первой наградой получил советский цирк, и в том числе Валентин Иванович Филатов и Олег Константинович Попов первые награды были зарубежные как раз вот в эти годы. Цирк стал процветать, развиваться, и очень много объездили, весь мир фактически объездили цирковые артисты. Ну, вот папа у меня только не был в Австралии и в Новой Зеландии, а так посетил весь мир. А вы были в Австралии и в Новой Зеландии? Нет, мы не были. Надо срочно закрывать эти... Сейчас в Greenpeace никуда не поедешь. Да, понятно. Вот вы назвали имя Олега Попова, мне кажется, что, наверное, мы еще и о нем потом зададим вопрос, потому что вот на ваш вопрос у нас уже есть ответ, есть телефонный звонок, его примет Тимур Мамедов. Прошу вас. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Полина. Так, Полина, у тебя есть ответ на вопрос? Да. Хорошо, отвечай. 49 лет. Это 49 лет Татьяне Валентиновне, я хочу вам сказать. Вы, наверное, сказали очень... Нет, она правильно сказала, потому что... Неправильно сказала, но она хотела сказать, что аттракцион «Медвежий цирк» был создан в 1949 году. А самой династии давайте ответим на этот вопрос, потому что, Полина, в любом случае у нас такой закон, Полиночка, вы дозвонились, вы поучаствовали, да, вы к теме присоединились, в любом случае уже заслужите поощрения, как медведь. Что мы дадим ей? Сахар, мороженое? Кусок сахара. Кусок сахара, да. Кстати, вы с собой принесли вкусняшки, которые вы даете медведю. Да, сахар и печенье. Полина, что вы берете? Печень, печенюшку, сахар или мед? Мед. Полина? Да. Или подарки, о которых говорила Ева чуть раньше? Подарки. Подарки. Но мы вам ответим. Татьяна Литиневна, расскажите вот о своей династии. Полина, вам спасибо большое, вам сейчас расскажут, как забрать подарок. Вы сами выберите, какой вам нужен, либо пригласительный куда-нибудь, либо книжку. Как вы думаете, что вам нужно? Окей, ну все, Полина отключилась, расскажите про династию. Ну, самая старейшая династия наша, вот 180 лет ей исполнилось. Прадед у меня еще на ярмарках выступал с медведем. После этого появились какие-то зооцирки. И у меня дед, Иван Лазович Филатов, с которого, в общем-то, как мы считаем, тоже династия началась, он привозил разных животных в Россию. И вот первые зооцирки появились у нас в России, в Москве, в Ростове. И вот столько лет прошло, а зооцирки преобразовались в зоопарки. И вот за счет того, что вот такая работа была трудоемкая, нужно было привезти животное, животное нужно было там лечить, смотреть и так далее, то за много лет работы у Ивана Лазовича Филатова была поставлена мемориальная доска в ростовском цирке, где, в общем-то, он и проживал потом последние годы. — 180 лет, дети, вдумайтесь, династия цирковой. — Ровно. — Ну, даже, может быть, уже и больше. — 181-й, да, пошел. — Ну, вам в любом случае желаем, чтобы было и 190, и 200. Ну, причин нет, наверное, пока есть люди, тогда есть цирк. Но мы говорим о российском цирке. — Да, самым яркой звездой, конечно, вот нашей династии, это был Валентин Иванович Филатов, мой папа, народный артист Советского Союза, который создал в 1949 году, вот что девочка и сказала, скорее всего, перепутал свой неповторимый аттракцион «Медвежий цирк». — Ну, хорошо, вот я знаю, что у вас прощур, о котором вы говорили, Филат, да? У него был указ царя о том, что этому человеку, Филату, разрешалось ходить по площадям с медведем. — Да, по ярмаркам, площадям, тогда же не было стационарных цирков, там тогда не было ещё Шапито, это позднее всё возникло. Сначала началось Шапито, потом уже начались стационарные цирки. Кстати, первый стационарный цирк Шапито в городе Пензе был построен, а уже стационарный цирк настоящий, которых вот как у вас в Кирове здесь, да, это был в Саратове, братьями Никитиными. — А у нашего соведущего Феди Рычкова, между прочим, вот если уж мы говорили об указе царя в XVIII-XIX веке, у Феди Рычкова есть историческая справка, и в связи с этим некий вопрос о новейшей истории, и, насколько я знаю, практически о дедушке Ленине. Федя, да? — Да. — Господи, ты молодой человек, как ты вообще умудрился откопать эту историю? — Мы же его с праздником поздравили. — А, да, ну ты ж пожилой человек, давай, Федя, давай, дядя Федор, давайте, работаем. — Так вот, мой вопрос заключается в том, что нужно рассказать год, или даже лучше точную дату того времени и того момента, когда Ленин подписал декрет СНК об объединении театрального дела. — Вот это да! — Татьяна Валентиновна, а вы думали... — Вот это вопрос! — Мы же тоже дрессируем детей, вы понимаете, да? — Хорошо, итак, когда дедушка Ленин подписал декрет о создании советского цирка? Хорошо, Татьяна Валентиновна, расскажите, что вы принесли к нам в студию? — Ну, раз мы говорим о медвежьем цирке, то, во-первых, программка вообще о программе, включая туда и медвежий цирк. Потом, конечно же, мы одеваем медведей в разные костюмы. Ну вот я сейчас принесла всего два. Это штанишки, в которых ездят и выступают медвежата. — По-моему, очень элегантно. — И юбочки всякие, да. — Тимур, одень юбку. Ева, помоги. Одень, одень, одень. — Нет, зачем? — Одень, это прекрасная юбка. — А ты вот так ее разверни. — А Федя штанишки, ехали медведи на велосипеде. Кстати, тоже будет вопрос у нас. Ну-ка, Федя. Так, прекрасно. А пока ребята одевают, это все видно в камеру. Да, вы рассказываете. — Вот, и поэтому мы медвежат, конечно, одеваем, стараемся тоже в яркие-яркие костюмы одевать, чтобы было интересно и смешно на них смотреть с другой стороны. — А вы знаете, уже смешно смотреть. — Не сходится. — Не сходится. То есть медведи у нас, честно говоря, о, Тимур, ты прекрасен, ты прекрасен. Садись, садись, ты прекрасен. Федя, ты просто потрясающий. Друзья, если вы хотите порадоваться, все бегом в цирк Филатовых или смотрите нас на сайте. Ну-ну, а как вообще животные одевают эти вещи? Они или с детства просто учатся? — Значит, да, трудно одеваются, но уже нашли подходы ко всем животным. Ну, во-первых, у нас репетиции каждый день идут, и мы сначала, прежде чем одеть какое-то платье, юбку или брюки, мы штаны пробуем на это во время репетиции. Дело в том, что некоторые очень боятся щекотки, там не разрешают одевать. — Я вас очень понимаю, кстати. У нас тоже некоторые боятся щекотки. Поэтому делаем разрез или сзади, чтобы медведь спокойно переносил это, или сбоку, или без рукавов вообще одежду делаем, чтобы лапы они не просовывались. — Слушайте, как интересно, какие секреты тонкости циркового искусства. — Да, естественно. — А у нас есть ответ на вопрос про дедушку Ленина. Федя, поскольку ты у нас единственный человек, вероятно, который читал научный коммунизм и, так сказать, изучал труды, пожалуйста, принимай вопрос. — Привет. — Здравствуйте. — Как тебя зовут? — Полина. — А сколько тебе лет? — Семь. — Отлично. Ты такая маленькая, уже знаешь, ответ на вопрос. Что ж, отвечай. — 26 августа 1919 года. — Браво, браво. — Молодец. — Класс. — А кто там тебе подсказывал сейчас так вот нахально? Мама или бабушка? — Никто. — Ну не надо, не надо. Мы слышали, кто-то говорил, 19-го, 19-го. Мы хотим привет передать этому человеку, который рядом с тобой. Кто это? — Мама. — Мамочка, спасибо вам большое, что вы помогли. — Особенно за 26 августа, потому что, да, обычная дата. — Федя, у тебя что-то добавить? — Да-да, слушай вас. — Нет, совершенно правильный ответ. — Да-да, слушаем вас. — Здравствуйте, это мама Полина. — Мамочка, как вас зовут? — Анастасия. — Спасибо вам, Анастасия. Вы были на программе у Филатовых, нет? — Нет, не были. — Слушайте, ну сейчас вот вы выберете, так сказать, подарок какой-то, я вам намекаю, да? — Да. — То есть намекаю на какой подарок, и я думаю, что вы сами увидите как раз Тимура и Федю, которые с этой минуты, вот вы, к сожалению, не можете видеть на видео, но они уже участвуют в этом вообще аттракционе, потому что, ну, потрясающая юбка и потрясающие шорты ребята одели. Вот. Вы сейчас не кладите трубку, с вами свяжутся, и все вопросы решат, ладно? — Все, приятного вам воскресенья, спасибо, что слушаете «Открывашку». Ну, я считаю, что это правильно. — Велосипед ездит. — Велосипед ездит. — Сегодня мы говорим о цирке, сегодня мы говорим о дрессуре, сегодня мы говорим о медвежьем цирке Филатовых, и поэтому у нас в гостях народная артистка России Татьяна Валентиновна Филатова, директор цирка, лауреат множества фестивалей, сама дрессировщик, прославленный человек, и вот мы в каких-то тонкостях говорим, значит, о этой дрессуре. Ребята, может, у кого-то есть вопросы относительно животных, чем кормят, как возят? Если у кого-то есть, пожалуйста, задайте вопрос вот именно сейчас. Я обращаюсь к нашим соведущим. Федя. — Опять бы задать вопрос про змей. Как вы кормите змей? Это же трудно очень. Как с ними соблюдать? — Ну, надо, во-первых, спросить вопрос, есть ли в аттракционе змей для начала? — Нет, у нас змей нет, но в разных программах бывают змеи, и скажу, что питаются они один раз в полмесяца кроликами, и это очень сложный, и даже, я вам скажу, неинтересный момент. — И жутковатый, на мой взгляд. — Да, жутковатый момент. — Федя, а что тебя так штырит по змеям, как говорит молодёжь? — Я просто себе змею хочу купить. — Змею хочешь купить? — Да. — Слушай, старичок, это очень, ты знаешь, такое элегантное желание, хочу тебе сказать. — Благодарю. — Я думаю, что мы поговорим об этом. — Ну, вот насчёт того, что вы приобретаете животных домой. — Как вы к этому относитесь? — Я вот к этому отношусь очень отрицательно, потому что вырастают животные, и они становятся совсем не такими, как мы видим их в маленьком возрасте. Я просто знаю пример. Мы ездили в Баку на съёмки со слоном, и в это время очень процветала семья Берберовых, где завели домашнего льва. И этот лев жил в этом доме, и всё было хорошо, лев номер один, да? А потом там появилась ещё пантера. И вот папа у меня, так как он очень связан был много с животными и очень знал многих животных, то он сказал, что добром это не кончилось. И на самом деле произошла трагедия, потому что, когда не было хозяина в доме, ну, вот, так скажем, половая зрелость наступила у того и того животного, и они... — Инстинкты, они побежали искать? — Инстинкт, да. Они, в общем, разорвали. Спаслась только дочка у них в семье, потому что она была в институте. А хозяйку и сына животные разорвали, и это, я говорю, добром не кончилось на самом деле. — Слушайте, я хочу сказать, что вот именно в эти дни по средствам массовой информации, в частности по телевидению, как раз показывают вот такой инцидент, когда одного из таких домашних заводчиков укусила змея, он умер, а остальные змеи смотались. — Да, я даже знаю, да. Это была змея, он пошёл к камере, это было во время, так скажем, стрима, где он выкладывал видео в настоящее время. Там он сидел с змеёй, противоядие против укуса, которое не существует. — Так что, Федя, я тебе хочу сказать, лучше завести слона, понимаешь, что всё понятно совершенно, слон пришёл, покормил его слона, слон сходил в туалет, на этом всё закончилось, понимаешь, всё, ты выпрыгнула их из квартиры. — Я особенно на четвёртый этаж, где ты живёшь? На четвёртый этаж, на пятом, на третьем. — Ну, Нар, хватит. Татьяна Валентиновна, скажите, пожалуйста, в связи с этим, вот сегодняшнее, там, скажите, а у нас есть ответ, да, ответ, а так, ехали медведи на велосипеде, кто написал эти бессмертные строчки и кто нам сейчас отвечает? — Елочка, ну, примей этот звоночек, кто у нас там? — Привет. — Здравствуйте. — Как тебя зовут? — Али. — Сколько тебе лет? — Восемь. — А в какую школу ты ходишь? — Во четвертый. — А ты в десятый класс ходишь или в одиннадцатый? — Эм, в какой. — Чего? — Во второй класс. — Странно, ты знаешь, странно. Странно. Вообще, у тебя такой взрослый голос, ты такая красивая по голосу, прям, как будто бы ты выпускница. Ева, прошу вас, отвечайте. — Отвечай. — Ощущай. — Чуковский. 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 — Вы знаете, мы практически ничего не расслышали, кроме одной фразы Чуковский, да? — Да. — Да, ну, этого уже достаточно. Спасибо большое. В следующий раз, когда будете звонить, пожалуйста, найдите зону, где у вас хорошо принимается телефон и чуть-чуть сделайте потише громкость вашего радиоприемника. А вообще, как зовут у нас девочку? Алина, да? — Да. — Алина, вы правы, вы правы. Поздравляем вас. Приятного вам сегодняшнего отдыха, воскресенья и ступайте в цирк. Любите цирк, перефразируя слова знаменитого классика. Вам сейчас расскажут, какой вы подарок выберете. У нас сегодня подарки, еще раз, Ева, какие вот? Все не надо причислять? Скажи, пригласительные куда? — У нас есть пригласительные на спектакль «Золотой ключик 2», приглашение на двоих в котокафе «Зоки», приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио», приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия, подарочный сертификат на четыре индивидуальных занятия в школе современной музыки «Практис метод» и приглашение в цирк «Филатовых» на две персоны. А что у нас с носом? Насморк. Ах, дети, дети. Сейчас мы немножко подлечимся, друзья, прервемся. Я напоминаю, что вы звоните по телефону 211-101, отвечайте на наши вопросы. А в следующей части мы поговорим с нашей гостьей, народной артисткой России, представительницей знаменитой династии «Филатовых» Татьяной Валентиной Филатовой, о проблеме, значит, «Гринписа», поговорим о тех цирках мира, в которых животных нет в представлениях. Вообще поговорим об особенностях цирка. Сегодня все будет крутиться вокруг цирка, поэтому давайте послушаем замечательную песню «С утра я рад, чего-то жду» в исполнении народного артиста Советского Союза Юрия Владимировича Никулина. Парам-пам, мы в эфире, да? А, друзья, я так заслушался эту песню, которую знаю с детства, радуюсь всегда. Сегодня мы говорим о цирке. У нас в гостях Татьяна Валентиновна Филатова, представительница цирка «Филатовых», которая в эти дни гастролирует в городе Кирове. Как всегда, у нас замечательные соведущие наши юные друзья. Это Федор Рычков, Тимур Мамедов и Ева Кравцова. Сейчас мы будем говорить в этой части о, значит, проблеме «Гринписа», о животных, поскольку, вы знаете, это очень такой аттракцион знаменитый именно работой дрессурой с животными. Поговорим о разных других цирках. Со скольки лет животные могут уже начинать дрессироваться? Со скольки лет могут работать дрессировщики сами? Ну, а пока вот Федя тянет руку, что у нас в документе? Я хотел бы задать еще один вопрос. Вернуться немножко, так сказать, к прошлой теме. Кто был самым сильным борцом, который выступал на арене цирка? Ага. Ну, если, правда, говорить сегодня о цирке, цирк это ведь... Даже можно дать подсказку. Многожанровый. Это многожанровое искусство. Ну, пока давайте не будем давать искусство. Давайте, да? Сегодня просто столько, можно так сказать, маленьких слушателей, так что я бы мог дать подсказку. Давайте тогда. Про этого человека даже сняли недавно фильм. Да. И в него, кстати, не сыграл Сергей Безруков. Еще одна подсказка. У каждого великого человека спрашивают, что бы ты хотел в жизни самое главное себе, какое достижение, чтобы в меня сыграл Безруков. Итак, друзья, поскольку цирк это многожанровое искусство, сегодня у нас представители все-таки жанра дрессуры, работы с животными. Какой великий борец выступал на манеже? И сразу же ответ. Посмотрите. Федя, принимай. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Я Витя. Витечка, ты не первый раз уже нам звонишь? Нет. Слушай, я тебя запомнил. Я запомнил, когда ты Витя звонишь, мы говорим, остановите, Витя, надо выйти. Вот такая песня. Про тебя это, да? Остановите, Витя, надо выйти. Витя, пожалуйста. Давай, мы слушаем твой ответ. Подубный. Молодец. Да, молодец. Уборец называется Подубный. Да, молодец. Это Иван Подубный, правильный ответ. Сейчас ты переключишься и ты можешь выбрать приз. Да, любой подарок. Ты можешь выбрать пригласительные, можешь выбрать книжки, мёд, сахар или печенюшки, которые сегодня приняли. А билеты в цирк есть? Есть. Я думаю, что есть. Да, тебе сейчас редакторы как раз это всё объяснят, как нужно сделать. Спасибо тебе, Витя. Ты наш преданный слушатель. До новых встреч, дружище, в эфире. Ну что, Татьяна Валентиновна, продолжаем. Вот как раз мы коснулись проблемы. Гринпис не ополчился нынче на вас? Ополчился очень. Ведь очень много людей, которые не хотят, чтобы работали в цирке животные. Но мы лично, советские, российские дрессировщики, против этого. Потому что действительно в цирк дети ходят на клоунов, на животных. И без этого цирк просто немыслим для наших детишек. Потому что действительно и программа как-то совершенно, мне кажется, обеднеет, если не будет цирки животных, клоунов. Это самая основная черта советского, российского цирка. Ну скажите, ведь у вас гуманное отношение к животным? Ну конечно. Судя по тому, чем вы кормите. Конечно. Тем более, что мы берем их с двух месяцев, где-то появляются медвежата, у нас два месяца. Мы их кормим, лелеем, холим. Потом уже где-то 8-10 месяцев они появляются впервые на манеже. Привыкают к аплодисментам, чтобы не бояться ко всему. Да, звук, музыка, свет. А что, правда, эти животные становятся артистами, и потом им нужна потребность вот этого аплодисмента? Вы знаете, есть такие, ну не все, но единичные есть, которые вот с удовольствием выходят на манеж, вот там катаются на самокате, предположим, или наоборот, только в бубень играют, в оркестр медвежьем. А скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, а как они вас называют? Мама? Мама. Больше веками называют. А вы говорите, ну поцелуй мамочке. Да. Говорите, мама пришла кормить. Мама пришла, да. Ну вы знаете, это хищник. Вот я вас хочу сказать, что это вот совсем другое животное по отношению даже слона. Слон действительно очень благодарное животное, и там действительно с ним целуешься, любуешься на него. А вас слон поднимал на хоботе? Да, на хоботе. На хоботе и на себе, да? Слушайте, потрясающе. Вот. А медведь это хищник, и ему в принципе где-то и все равно, кто с ним занимается. Ну да, конечно, так сказать, мама или папа, какая разница. Если его не покормили, то медведю хочется перекусить. Но голос они знают наверняка. А вы повышаете на них иногда? Обязательно. То есть все-таки как в школе все. Все-таки кнут и пряник. Кнут и пряник, все как в школе, и профессии очень-очень схожи. Тем более, что я свое время заканчивала педагогический институт, поэтому знаю. А по какой специальности? Иностранные языки. Так, мы с вами коллеги. Да, ну вот ведь. Так, тянут руки. Федь, прости, Христа, но у нас вот Ева, видишь, она же у нас девочка. Я хочу задать сначала просто вопрос, а потом зрительный вопрос. Ну-ка, давай. Что такое Greenpeace? Деточка моя, ты не знаешь, слава богу, и не надо знать. Это правозащитная организация, которая занимается правами животных во всем мире. Я как раз хотела привести пример. Прошу тебя. Вот, я езжу в Италию, и однажды, когда мы были в цирке, просто выходя из цирка, мы видели толпу людей, разъяренных, с факелами, с красками, с баллончиками, которые рисовали на цирке. Кричали, и их было примерно человек 200. Это такая толпа, там стояли полицейские с дубинками, с шокерами, некоторые даже с автоматами. И это законно. Люди приходят и говорят о том, что так нельзя. Вы знаете, всегда есть две точки зрения по этому поводу. Есть люди, которые за, есть люди, которые против. Для того и мир. Мир многообразен, мир многополярен. Мы выбираем себе сами, так сказать, какие-то взгляды. Но, честно говоря, глядя на Татьяну Валентину, я бы, честно, пошел к ней в труппу служить слоном, понимаете, или медведем. Потому что я вот не верю, что такая прекрасная женщина может, значит, там что-то сделать такое, за что ее можно ругать. Евочка, что ты еще хотела добавить? Прошу тебя. Я хотела задать вопрос зрителям еще. Ну-ка. Со скольки лет набирают в китайский цирк? Ага. И я даже понимаю, почему ты именно клонишь к китайскому цирку. Потому что именно в китайском цирке, да, Татьяна Валентиновна, вы вообще знакомы с творчеством разных цирковых народов? Да, знакомы. Как там заключается от вашего амплуа разница? Вы знаете, ну, во-первых, больше спортивных жанров в иностранных цирках, в китайском цирке конкретно. Это спортивные жанры, отсутствие всех животных. И, ну, не знаю, приходят туда разные школы, но приходят туда дети с шести лет начинают заниматься в этих цирках. И очень больших успехов достигнуты в китайском цирке, очень. Именно по спортивных жанрах. У нас есть ответ слушателей, но мне, Ева, на секундочку показалось, что Татьяна Валентиновна тоже ответила на этот вопрос. Татьяна Валентиновна. Она еще на мой второй ответила. На оба? Да. Татьяна Валентиновна, что вы выберете? Не хотите ли пригласительную на цирк Филатовых? Я выберу книгу. О, давайте, вам тоже книжку, любую сейчас выбирайте, посмотрите эти книжки, кстати. Хорошо. Хочу вам сказать, а у нас еще параллельно есть звонок радиослушателей. Ева, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Рита. А сколько тебе лет? Четырнадцать. С какой школы? Семидесятая. А это где у нас такая семидесятая школа? У Гринхауса туда, далеко. О, да что вы далеко. Это туда, куда наш город продвигается и расстраивается. Это самое прекрасное место. Привет всем ученикам семидесятой школы, которые нас слушают. Ева, прошу тебя дальше. Что ж, ты уже много раз нам звонила. А какой ответ? С двух-трех лет. Нет, шести. Нет, Риточка, вот честно говоря, если бы ты слушала эту программу как-то повнимательнее, то ты бы услышала, что Татьяна Валентиновна тут взяла и ответила на вопросы. Ну, я непроизвольно ответила, потому что я знаю, что у меня папа тоже начал шести лет выходить на манеж цирка, но в совершенно другом жанре, в совершенно другом амплуа он работал в корейских играх. И если кого-то заинтересует, то в нашей программе этот жанр существует. Это когда взрослые люди подбрасывают ногами детишек. Мамочка моя. Да. Как раз двух-трехлетних детишек или нет? Десять, девять-десять лет. Я хочу туда. А нет, подождите, Рите 14 лет нельзя, ее подбросить ногами. Можно. Рита, в общем, не отключайся, в любом случае, спасибо, что ты участвуешь в нашей программе, ты уже барышня, ты уже, так сказать, 14-летняя, так сказать, юная леди, но в любом случае вам редакторы тоже порекомендуют подарки, вы выберете, наверное, да, и спасибо за то, что вы сегодня с нами. Продолжим, у нас четверть часа остается до окончания нашей программы, я напоминаю, что вы находитесь на программе «Открывашка», где мы, так сказать, в шутейном, что не скажешь в шутейном разговоре, да, помните фразу из кинофильма? Говорим о каких-то вещах, об открытиях, о научных, каких-то об обыденных вещах, о природе этих вещей, ну, чтобы она была познавательная программа и воспитательная отчасти, но сегодня она все-таки больше развлекательная, информационная и, может быть, даже пропагандистская, потому что мы пропагандируем такое искусство, такой жанр искусства, как цирк. Цирк. Я считаю, что сегодня очень мало уделяется внимания именно пропаганде циркового искусства, хотя, в общем-то, люди ходят в цирк, и в эти дни у нас гастролирует цирк Филатовых в городе Кирове, и, соответственно, у нас в студии директор этого цирка, Татьяна Валентиновна, мы совершенно мило беседуем. В первых частях программы мы беседовали о том, если кто не слышал, какие животные выходят на манеж, в общем, заинтриговали нас ужасно, мы сходили сами в цирк, ну, еще раз пойдем. Поэтому вот, что бы мне хотелось в связи с этим еще у вас спросить, уважаемая Татьяна Валентиновна. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о таком явлении, как цирк Дю Солей? Да, конечно. И, к сожалению, закрываются очень многие, наверное, цирки Дю Солей в Америке, там тоже какие-то есть свои негативные стороны, и, к счастью для нас, приезжает Дю Солей в Москву. Да. И будет в районе, в далеком, в дальнем районе, но будет Дю Солей строиться в Москве. Не может быть. Да. Мы подготовили небольшую историческую справку о цирке Дю Солей. Надо признаться, что, хочу вас спросить, может быть, Ева, Федор, кто-то был в цирке Дю Солей? У-у-у, я даже не знаю, что это. Вот, сейчас вы это узнаете, внимание всем слушателям, потому что нам один раз посчастливилось побывать с Тимуром на цирке Дю Солей, хотя не без казуса, о котором я скажу чуть позже, но пока небольшая историческая справка. Тимур Мамедов. Цирк Дю Солей – это канадская компания, работающая в сфере развлечений и определяющая свою деятельность как… Извините. И определяющая свою деятельность как… Синтез жанров, да? Нет, цирковое шоу и уличное представление. Цирк Дю Солей был основан Ги Ла Либерте в Монреале, в Канаде, в 1984 году. Цирк прославился тем, что… Ну, в своем творчестве он собирал синтез жанров, да? Это и театр, это и шоу, это и музыка, это и клоуны, это инженеринг, который… Это световые эффекты очень большие, да. Вот, но в этом цирке нет тоже, так сказать, животных, да? Что там еще есть? Хотелось бы дополнить, что в цирке работает более 4 тысяч человек. Такое большое количество человек позволяет делать больше и больше групп, больше и больше команд, что тоже очень удобно. Например, группы распределяются… ой, команды распределяются на три группы. Выездные, которые работают по разным регионам и странам, например, под навесными шатрами Шапито, так и на цирковых площадках и на театральных сценах. Есть домашние группы, которые работают только в Лас-Вегасе, в Канаде. А есть группы замены, которые в случае чего заменяют группы. Ну, Лас-Вегас – это, конечно, не Канада, Тимур, это Соединенные Штаты Америки, а Канада – это как раз тот Монреаль, в котором ты сказал. Но, понятно, и только что Татьяна Альтина сказала, что трупы закрываются. Это же целая индустрия, да? Да, многие очень. И поэтому, вот, я говорю, представитель приезжал в этом году в Россию, шли переговоры о том, чтобы здесь, в Москве, значит, сделать цирк Дю Солей. Ну, хорошо, у вас, по-моему, есть вопрос относительно цирка Дю Солей? Да, конечно. Как переводится цирк Дю Солей? Спасибо. Как переводится цирк Дю Солей? Звоните нам, 211-101. Тогда, можно еще в догоночку вопрос? Это тоже достаточно трудный вопрос. Естественно, спросите у своих родителей, бабушек, покупайтесь в интернете. Откуда, можно так сказать, брали, доставали советский цирк новых артистов, юных, даже маленьких? И в каком году основано было это, так сказать, заведение, училище, правильно говоря? Ну, как заплел. Татьяна Валентиновна, вы как дрессировщик, вы знаете язык животных, да? Переведите с птичьего на человеческий, как его, так сказать, да? Ну, во-первых, ты спросила... Откуда доставали? Откуда доставали? Неплохо, да, было сказано? Ну, если бы Эмиль Кио или Игорь Кио были, они сказали, из ящиков... Это великие иллюзионисты. Да, иллюзионисты, да. Знаешь что, вот животных очень часто подбрасывают... Мы, например, очень часто находили в корзиночках около служебного входа цирка медвежат. Дело в том, что бывают пожары в лесах, или маму убили охотники, и дети, детишки, вот маленькие медвежатки, они остаются без присмотра, и чтобы выжить им, их охотники приносят в цирк. Второе, конечно, у нас в Росгосцирке есть даже такой отдел, где мы делаем заявки на приобретение животных. Нам говорят об этом, что вот там-то, там-то можно поехать и приобрести это животное. А в цирковое училище принимают с любого возраста, но в большую часть принимают уже с пятого класса по-то сейчас. И уже, значит, они там и учатся, и они там осваивают свою профессию. И в дальнейшем уже педагоги циркового училища смотрят, на что годится тот или иной ребёнок. Он или в клоунаду пойдёт, или, наоборот, он будет эквилибристом, или он будет балансёром. Ну, то есть это вот различия жанров. Кроме дрессуры, в цирковых училищах отдела дрессуры нет. Федечка, а вы спрашиваете это в связи с чем? Может быть, вы начали со змей, а сейчас вы уже размышляете по поводу того, не выбрать ли вам профессию? У меня есть друг, который живёт в Санкт-Петербурге. Ему сейчас, если не ошибаюсь, 11, по-моему, или 10 лет. И он занимается цирковым искусством с 5 лет. Ну, я хочу вам сказать, что кроме этого училища, ведь очень много есть цирковых студий. Студии, да. В нашем городе тоже кстати есть. При цирках очень много есть студий, почти в каждом городе. Так что, действительно, искусство это процветает. Слушайте, ну об этом говорить можно бесконечно. Лучше всё, конечно, пойти в цирк. У нас остаётся буквально 5 минут до окончания. Так что, давайте. Повторю вопрос, потому что... Ну, во-первых, Татьяна Валентиновна уже, к сожалению, ответила. Да я вот влезаю в своё время. Вторая вам книжка. Только год не ответила. Хорошо, в каком году организовано? Был, ну, так говорить тогда уже подскажу, государственное училище циркового и эстрадного искусства. Окей, у нас 5 минут осталось. Итак, два вопроса прозвучало вам в конце нашей программы. Как переводится цирк Дю Солей и в каком году было основано цирковое училище в Москве? Итак, Татьяна Валентиновна, последний вопрос. Как вы считаете, уделяется ли внимание сегодня цирку, должной пропаганде цирка? Нет, нет, к сожалению, не уделяется. И я всегда очень ревностно отношусь, вот смотря телевидение, обязательно, если там идёт культурные программы какие-то. И разговор идёт о кино, идёт о театре, идёт об эстраде, а, к сожалению, о цирке никогда не употребляет даже это слово. Цирк как-то не произносится ни министром культуры, ни другими деятелями культуры. И очень жалко, потому что это живое искусство, это востребованное для юношей, для детей искусство. Мне кажется, что им должны больше уделять внимание этому творчеству, потому что здесь, во-первых, очень много жанров в этом отделе искусства. И мне кажется, что цирк должен процветать, а оно не даёт нам, зрителям, зрители не слышат, ну, даже, может быть, восторженных отзывов о каких-то программах или отдельных людях, как было в прежние годы. Ну, наша-то программа свои пять копеек внесла в эту историю, правда, Сергей? Да, конечно. Вот я хочу сказать, что вот когда раньше говорили, что есть династии, что есть выдающиеся мастера цирка, есть какие-то уникальные номера, сейчас, к сожалению, этого не произносится. И это очень жалко, потому что и сейчас есть уникальные люди, которые создают свои прекрасные номера. Ну, мы, конечно, произнесём ещё раз в конце программы, и нам приятно произносить ваше имя, Татьяна Валентиновна Филатова, народная артистка-представительница династии Филатова и знаменитых своим медвежьим цирком, который гастролирует сегодня у нас в Кирове именно в эти дни. Сегодня 1 октября. Звоните, билеты ещё есть на представление? Вы до 16 октября, да? Да, приходите. До 15 октября мы работаем. Приходите. Мы всегда очень рады, когда у нас много народа, когда много детей. Это и смех, и слёзы, скажем так. Вы знаете, мы хотели, конечно, затронуть вопросы гуманизма нашего цирка. Сегодня актуальные аспекты после того, как вышел фильм «Оно» с жутким клоуном. У меня есть два друга Володя Дерябкина и Алан Бутаев. Это клоуны. Мне бы хотелось им передать колоссальные приветы. Привет, да, от меня тоже. Да, и сказать, что сегодня Татьяна Валентиновна пришла не с пустыми руками. Остаётся память в виде магнитиков, красивых книжек, брошюрок. Если вы не возражаете, мы их тоже на память возьмём и в студию. И потом дальше будем разыгрывать в нашей еженедельной программе, напоминаю, которая выходит каждое воскресенье в 10.00 на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове на 101.0. В студии сегодня был Руслан Мамедов, ваш ведущий. Наши соведущие, которые с вами прощаются, это Фёдор Рычков. До свидания. Тимур Мамедов. Всем пока. Ева Кравцова. Пока. И народная артистка России Татьяна Валентиновна Филат. Татьяна Валентиновна, спасибо, вы очаровательны. Мне кажется, мы сегодня неплохо провели. Я вас всех люблю, спасибо за передачу, спасибо, что пригласили. И последнее, а можно мы вот то, что вы принесли, мы не объедим ваших медведей? Нет, с удовольствием с чаем. Четыре кусочка сахара, восемь печенюшек и баночка меда. Не возражаете? Нет. Спасибо, друзья. Все в цирк. До новых встреч. Пока. До новых встреч. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».